Те, кто откликнулся на предложение сладкой жизни от банков, теперь обеспечивают сладкую жизнь этим банкам. Но у банкиров сейчас времена не очень. Кризис, будь он, не ладен. В общем, снижение ключевой ставки Центробанка, которое традиционно должно было повлечь за собой удешевление кредитов, не дало нужного результата. Банкирам при растущих рисках снижать ставки становится невыгодно. На фоне все большего ужесточения требований к заемщикам, не исключено, что банки и вовсе будут сворачивать некоторые виды кредитования. К примеру, Альфа-банк уже отказался от потребительского кредитования в ряде регионов. В дальнейшем банк будет сворачивать региональную сеть, сокращая количество филиалов и офисов. Россияне стали чаще брать микрозаймы. По итогам второго квартала этот сегмент кредитования вырос на 33,8% или на 6 млрд рублей. По данным на 1 июля 2015 года микрофинансовые организации выдали жителям страны свыше 50 млн рублей. Из них чуть меньше половины пришлось на небольшие суммы в пределах 14 тысяч рублей, которые люди обычно берут, чтобы протянуть до зарплаты. Еще одной заметной тенденцией второго квартала стал значительный рост просрочки по займам до зарплаты. Доля кредитов с просрочкой увеличилась с 17,18% до 27,73%. Граждане, вы с ума сошли занимать под 900% годовых? С 22 по 23 августа в Крыму пройдет фестиваль «Золотая гроздь винограда», на котором туристы смогут поучаствовать в дегустации винограда, авторских вин и продукции крымских винзаводов. Так руководство полуострова пытается привлечь больше туристов. Фестиваль будет проходить в селе Вилина Бахчисарайского района. В нем примут участие виноделы из ближнего зарубежья. Помимо дегустации туристов ожидает авиашоу, театрализованное представление о развитии виноградарства и виноделия от античности до наших времен, а также мастер-классы по приготовлению сармы, устриц и виноградных улиток. Все здорово, только отдых в Крыму уж больно небюджетный получается. Российский фондовый рынок открылся незначительным изменением котировок по отношению к основной торговой сессии пятницы. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1674 пункта. В лидерах роста – Московская биржа, Акрон, НЛМК, Сбербанк, Мегафон и Мечел. В аутсайдерах – акции Мвидео, Уралкалия, Новотека, РДР Русала и бумаги Аэрофлота. К открытию торгов в России сложился нейтрально-позитивный внешний фон. Европейские индексы продемонстрировали смешанную динамику. Биржи Соединенных Штатов закрылись снижением. Курс доллара на 5 августа – 62,91 рубля, курс евро – 68,99 рубля, золото стоит 2210 рублей за грамм, серебро стоит 29,41 рубля за грамм. Цена нефтемарки Brent – 50 долларов 44 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.